В Управлении гражданской защиты Самары прошла штабная тренировка. Сотрудникам управления и жителям города рассказали, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций, использовать противогазы и другие средства, которые смогут помочь человеку в случае ЧАЭС. Мероприятие приурочили к всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, которая проходит по всей стране. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Егоров Дмитрий Васильевич. Третий. Распишитесь, пожалуйста. Сотрудник службы управления гражданской защиты Дмитрий Егоров проходит процедуру регистрации, замера, затем расписывается в протоколе, получает противогаз и испытывает его на прочность. На штабной тренировке Управления гражданской защиты Самары сотрудникам рассказывают, как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций, использовать противогазы и другие средства, которые смогут помочь человеку в случае ЧАЭС. Сборы проводят с нами, с сотрудниками определенные. Ну и так занятия проходят. Показанные занятия проводят они постоянно. То есть с учащимися нашего института юридического. То есть школьники приходят постоянно. Ну то есть молодцы. Учение приурочили к всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне, которая проходит по всей стране совместно с органами исполнительной власти всех уровней. Проведение таких тренировок – стандартная мировая практика в подготовке органов управления и населения при различного рода чрезвычайных ситуациях. Этой задачей мы занимаемся постоянно. Ежегодно обновляется приказ по пункту выдачи СИС. И традиционно коллектив курсов является основными участниками данного пункта. В штабной тренировке принимают участие сотрудники поисково-спасательного отряда города. В специальных автомобилях, на которых спасатели выезжают на вызовы, средства первой необходимости. Гидравлические инструменты, электростанция, пожарные костюмы, альпинистское снаряжение и даже бензопила. Одним словом, все, что может пригодиться в сложных и чрезвычайных ситуациях. Мы выезжаем на пожары для обеспечения мероприятий по эвакуации людей, помощи пожарным. Какие-то ДТП происходят у нас в городе. Мы выезжаем, где-то бывают сжатые люди, надо их извлечь. Люди падают в колодцы, люди закрываются за дверьми больные и так далее. Тоже все происходит. На это все реагируем. В ходе всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне будут отработаны вопросы по проверке готовности органов управления и ликвидации ЧАЭС природного и техногенного характера. Цель учений – проверка подготовки населения в области гражданской обороны, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения, систем связи и слаженность действий всех специалистов. Ольга Павловна, Петр Поломеев, События.